Когда появились стримы на ГГ, где-то в 2009-2010 году, хочу ГГшки поставить на Муну, кто ж тебе мешает, ставь, все ГГшки, все ГГшки можешь ставить на Муну. Вон, смотрите, какой Мун серьезный, брови сдвинул, глаза бегают. О, привет. Я думаю, ой, блин, это, конечно, да, можно рейтинг сделать такой, чтобы поставить... Ох, это называется пирамида, мой друг. Это называется... Нет, не совсем пирамида, но... Нельзя так делать. Хэппи Пайрот говорит, ну, начались предсказания от Михаила. Предсказания от Михаила. Звучит неплохо. А что ты имеешь против? Меня просто пека в твоем сообщении немножко смущает. Две минутки у себя есть, расскажи, пожалуйста. Так, надо запомнить никнейм Хэппи Пайрот, Синевик. Ага, так, давайте послушаем. Психолингвистика, крутая скилла, хориспект. Да, мы наблюдаем довольно часто за товарищами. И игроки с разными характерами, много интервью, и это все с результатами смежно. Тем более, ты слушаешь человека, а потом смотришь его действия, причем большое количество действий. Смотришь на ошибки, недоконтроль какой-то или наоборот, какие-то решения. Видишь, готовился, не готовился. То есть данные у тебя реально есть на дистанции. А, мун через Патму на этой карте. У-у-у. Давно пора сделать рейтинг топ-донайтера всего сайта. Неми равны некие, рарные. Да, надо. Так, что там Хэппи Пайрот написал? Ничего. Ничего, запоминая программу предсказания, денег-то надо как-то зарабатывать. Ну, это не объяснил, к чему Пека. Ну, ладно. Живем дальше тогда. Ну что, Патма на этой карте говорит нам о том, что Мун будет играть. Вообще, он играть с противником не будет. Реады Дота поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Так. Чтобы это не значило, что Аличи возьмет два карты. Ну, учитывая то, что какие ему артефакты, блин, выпали, этому Демон Хантеру, у него уже плюс 6 агилы. Может и пропереть. Смотрите, короче, Мун будет играть мега агрессивно, у него Патма, он будет рашить с двух бараков Хантресами, может с застройками, может там с переходом в следующий тир или... Ну, хорош, дайте мне про варкафт рассказать. Безопаснее не видеть. Сколько задонать. А то страшно может быть. Может быть, да. Поэтому надо без окон строить сайт, чтобы не было видно, сколько времени прошло. О-о-о, западня, о-о-о-о, не, не западня. No, 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 no. Красиво. Пеку можно употреблять, извините, с поводом и без, на сухой и без закуски, понятно. Специалисты по пеке. Да-а-а, ну, хорошо. Патма пока крепится, два барака Хантрески штампуются, весь П пошли на застройку. Так. Каждый для себя отвечает, если говорить о практической пользе, то, наверное, процентов 70 того, что приходит на канал, я в сайт возвращаю. То есть в разработку, в развитие куда-то там. Вот, поэтому, если даже ты лично не хочешь закидывать, то сайту ты в любом случае помогаешь. Вот. А так, скорее всего, ты просто за эмоции. Я думаю, за эмоции. Но каждый для себя должен на этот вопрос сам отвечать, наверное. За время, проведенное в интересной компании пекарей в чате. Как Мун будет реализовывать это преимущество? Повар, да мы все никак сделать не можем. Уже Арктонс сто раз предлагал эту тему сделать. Вот мы будем ГГ плюс модифицировать в сторону саппорта. Хороший крипджек сейчас идет, друзья. Очень хороший. Даже понимает. Ой, грамотно. Вообще Элис очень грамотно действует. Арчу теряет, но трата телепорта в этой ситуации абсолютно адекватное решение. Что после таких вот зажатых телепортов, ну, поздно прожатых, с потерей там двух, трех, четырех Арчей, люди отлетают. Вот, потому что тут вообще Арчи нельзя тратить. Да не, мы хотим просто ГГ плюс сделать с нефиксированной ценой, то есть, чтобы человек сам определял. Сделать отдельную страницу с описанием того, что это подписка, которая как раз вся в сайт идет и в развитие. Вот, поэтому... Так у нас и разработчики новые появились за последние полтора года. Тройка новых, кстати. Сейчас, наверное, самая активная разработка за всю историю идет. Тинки разожали, убили. Е-е-е-е. К разработке Михаила я отношения не имею, но он тоже достоин. Достоин. Спасибо, Видалец, тебе за прикосновение. Да, сейчас важный момент произошел в игре. Окружили, убили Тинкера. И сейчас будет... Сейчас конечное будет, друзья. Хантретские разделяются. Сколько Арчей выживет, как вы думаете, здесь? Ё-моё. Их сейчас будут гнать до посинения. Минус одна. Он их пытается сплетануть. Хотя можно подболочить Патму, попробовать было этой Арчой. Хоть какой-то пользы от нее было бы. Атака Патма спаслась. Там перехватывает еще Арчей справа. 45 лимита на 29. Лимель Данюм поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, потрогать разработку не без регистрации, Пека. Не без регистрации. Ладно, спасибо тебе за суточку. Дирижабль пошел. Возможно, сейчас Мун будет уже с первыми свитками пытаться дропаться на мейн. Ну, потому что... А что на красной точке сейчас Хантретские сделали, интересно. Они забежали големом, отхватили от големов и свалили. Или там баллисты уже первые делают, а дирижабль под них сделался. Молодцы, по сути, одно и то же, на самом деле. Но лучше, чтобы оно воспринималось, ну, то есть, чтобы отдельная штука была с объяснениями. Мы же там хотели добавить МКЛ на ту же самую страницу с ГГПлюсами, чтобы... Ну, мы же стараемся прозрачную разработку вести с отчетами о том, что было сделано с МКЛами. Ну, ладно, это... Я очень много... Да, он сделал дирижабль, купил дирижабль для двух баллистов. И начинает сейчас давить эльфа. Не следит, потому что, видимо, сейчас скрипит нычку. И это классический Мун. Просто он сейчас будет так контролировать карту, что... Ну, для того, чтобы избавиться от дирижабля, тебе нужно Древо Ветров. Для того, чтобы сделать Древо Ветров и сделать Гиппогриф, тебе нужно потратить порядка 320 голды. Это фактически и является стоимостью базы. Просто чтобы отбиться от этого. То есть, ты не убиваешь две баллисты, ты убиваешь дирижабль через какое-то время Гиппогрифом. То есть, баллисты еще выживут. Баллисты дают тебе время. Если у тебя есть внимание к ним, если ты можешь их дропать постоянно, они тебе дают время, которое ты можешь использовать и для того, чтобы экспанду у тебя делался, и для того, чтобы крепиться. Короче, Мун сейчас использует все, что только можно, все, что только ему сам он себе предоставил, да? Не судьба, а он сам эту стратегию выбрал. Для того, чтобы максимальное преимущество получить. Сижу, жду шоппинг в Икскоме, а ты Варкрафт комметишь. Икском будет после вариков и сайта. Через часик где-то приходим. А может не уходить. Все, и Патма идет к пятому уровню. Это третий аур, это 30% бонусного урона. Не удивлюсь, если он там еще попутно выстраивает грейды на атаку. И продолжает долбить баллистами. Ну не сможешь ты отбиться вот этим количеством. Здесь пятая получает, пятый уровень получает Патма 100%. Рунные браслеты чушь. Можно даже свиток сейчас один юзнуть. Молодец, мой Мун, как же я тебя уважаю! Мне льстит на самом деле тема, что когда внимательно следишь за Муном, начинаешь говорить, что делать, он часто это делает. Прямо по необходимости это делает. И причем это не всегда очевидные вещи. Ну и ты чувствуешь, что что-то, что-то понимаешь. Что он не ливает. Ну, первый матч на турнире, он думает, сейчас выход какой-нибудь сделать. Например, оставить там двух-трех арчей для того, чтобы отбиваться и сделать выход под экспант. Но я не знаю, как пробить, можно Патму пятую в такой ситуации. Космическая связь. Сейчас еще свиток возьмет, если он есть в продаже. Протекшн взял, хила видимо нет. Надо на левый магазин сбегать, еще второй свиток купить. Муну желательно сейчас бы, конечно, не сражаться. Он достраивает арчей. Странно, что Хантерс Холл не светится. Наверное, два грейда на атаку уже сделал. Ну, тыкни на Хантерс Холл. А не, один-один. А почему не делает грейд на... Вообще и тир можно заказать Муна. Я не понимаю, почему Мун сейчас не заказывает, не делает Т3 и не заказывает второй грейд на атаку. На руках миллион денег, а он не тратит их. Причем он уже в апкипе сидит. Это какой-то фейл. Две арчи, следующих нет в заказе. Дозаказал еще парочку арчей. Бистмастера купил? Что? Бистмастера с медведями и накупил троллей. Вообще не поддерживаю эту тему. Какие тролли на такой стадии? Ну, тролли сейчас уже хуже. Во-первых, на них не распространяются грейды. Начнем с базовых вещей. То есть два сделанных грейда, это уже там 25 где-то процентов эффективности. При том, что арча, если две арчи с троллем ты сравниваешь, а две арчи круче тролля за 4 лимита. Плюс тролля исключительно в том, что он появляется молниеносно. Но вроде как время-то не горело сейчас. Ну и я уж не говорю, что у арчи на Т2 еще рейндж добавляется хороший, а она перспективнее на дистанции. Единственный плюс тролля на такой стадии, что типа его проще контролить. Но в такой массе до арчи и хрен кто-то добежит. Короче, не нужны здесь вот эти вот траты на троллей. И Бистмастер, его роль мне абсолютно тоже непонятна. Под такую массу... Во-первых, непонятно, зачем вообще брать какого-то дополнительного героя. У тебя Патма растет до 6 уровня с бонусом. Вот там, правда, переучивается на ракеты, может, ульту, но... Ну хотя да, наверное, лучше взять кого-нибудь. Но почему Бист? Для массы, видимо. Для массы, видимо, да. Мун колоссально впереди, тоже не понимаю, что он тянет. Он сейчас прокачает Бистмастера, видимо, как сможет. С таким количеством войск он это делает очень быстро. И, наверное, маршем пойдет на врага. Ну, через экспанд, через нейтралов. Может, мисклик, все мы люди? Ну, у Муна есть какая-то нездоровая любовь к Бисту. Он же его сейчас начал практиковать очень успешно против Хуменов. Но вот в эльфисском Мироре Бистмастер... Ну что, он диспелится. Как воин он никакой... Не, прямым ходом пошел на базу к врагу. Ну, с таким лимитом ничего... Он, возможно, взял второго героя для свитков, чтобы проще было читать. Потому что есть же КД у тебя на свитке на одном герое. Да нет, тут вообще без шансов. Тут никак не пробить. Можно даже ворваться вперед сейчас всеми. Даже пофиг на эти бараки ворчей прорваться. Можно прятать хантресок, например. Во! Просветка, Скрулл оф Зе Бист. Ой, там такое количество ворчей. Мун правильно оценил абсолютно ситуацию. Перегруппировался. Медведь минус. У Муна здесь лимит хуже, но за счет Патмы получается лучше. Светок лечения. Ну и плюс его просто больше на 20 лимита. Так-то Арчи под бараками его такой микс разваливает. Хантрески очень быстро умирает. Потом... Тинкер может отлететь. Сейчас любой герой вообще от фокуса может отлететь внезапно в Риджуф. Ни хрена не видно в этих, блин, эффектах, что Риджуф на Димке есть, что нет. Ни черта не понятно. Еще один светок лечения у Муна. Лимит у него, кажется, вообще не уменьшается. Как был 77, так и осталось. На самом деле он просто подстраивает. Хантрески у него поумирали. Я вижу трупы. Ну и дальше просто Арчи, Арчи, Арчи. Желак на бой меткость. Но... Нет так нет. И графику нет, к сожалению, Игорь. Возможность поменять. Что все стримят на рефоржде этот... Голд. Да, и телепортируется Мун. Что? Что-то я не понял. А как Бист умер? Мне показалось, что Бист телепортировался. Бист умер с Инвулом. Ну, видимо, телепортировалась Патма, которая стояла рядом с... Ну вот это опять новая графика. Ни хрена не понятно. Я смотрю, вроде Бист телепортируется на последних хитах. Куда там? Баллисты еще Мун не доконтролил. Они могли спокойно дропнуться, и во время битвы... Если вовремя дропнуться, если ему хватило бы внимания, они там под шумок бы могли пару зданий на это самое разуплотнить. Как тебе лично писать? Можно сюда, можно, если большое что-то лучше, на почту. Майкерсобака.гудгейм.ру Да... Но затянул, конечно, на лике. У него такое преимущество космическое. Тем не менее, он этим бестмастером непонятным, нетайминговыми атаками, непонятными троллями. Вот троллей я больше всего не понимаю. Потому что еще в Баянистые времена... Б3Р поддержал ваш канал на 100 рублей... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ну, здесь-то Мун, а дальше-то Фогич еще будет. А там у 120-их против него. Тут непонятно. Но здесь Мун как будто, знаете, разыгрывается. Просто вот он играет, как хочет. Просто хочу, возьму бестмастера, потому что могу. И пошел с бестмастером играть Хочу, куплю троллей Хотя у меня там арчи уже с двумя-тремя грейдами Не понимаю Сейчас еще одна атака от Муна 59 лимита на 80 Баллист решил к основной группе присоединить Для того, чтобы они мочили Мунвеллы 2-2 грейды у Муна Третья аура Четвертый бест Виспы выходят от Элис Диспелят протекшн и самонов Виспы приходят от Муна Диспелят медведей Медведи умирают Неплохо Ну арчи миллион Тут просто лимита много Медведи разваливаются очень быстро Даже от такого микса базового типа Демон Хантер там нарезать Пробует с арбой Светок лечения Ой, какой тайминг светка лечения Ё-моё, Дима падает, ГГ пишет Элис И это победа из Ява и от Муна Но не без но Понимаете, не без но Как бы там победа была после того, как он Два момента сделал Развел на ТП, а потом перерезал большинство арчей Ну окружил тинкера, перерезал большинство арчей Все, там уже как угодно Крути, верти, экспанд, ставь Баллисты дропы и выигрывай время Качайся, что хочешь делать Но затянул Затянул до появления медведей Меткости, арбы и вот всего этого Победитель не судит Ну это очень странная штука Она к другому относится Если ты хочешь улучшать свою игру Тебе даже после победы Нужно смотреть, где ты накосячил Потому что ты всегда тогда будешь побеждать Без серьезного запаса Понимаешь? В каждой игре Есть над чем поработать можно И есть ошибки А победитель не судит Появилась в качестве реакции на Ну типа Когда начинают Хотя, черт его знает Может после этого и появилась Я рассматриваю это не как Хейт в сторону Муна А как взгляд на игру Которую надо анализировать Так скажем То есть я не человек, который Сейчас говорит, что Мун Незаслуженно победил И вот после этого, как правило Говорят, победителя не судят То есть типа там Противник был не в форме Или там Сыграл нечестно Или что-то в этом роде А с точки зрения Анализа игры Понимаешь? Сейчас вернусь, водички возьму Так, у меня проблемы с отпуском Не могу выехать во Владик В середине надо мотивировать автографы Какие-нибудь добрые Физические возможности Расстроился, что Что Не понял Добудь как-нибудь автограф На плакате ГГ Слушай, ты можешь в магазине Если плакаты еще продаются Сделать заказ Я тебе его подпишу И все Слова, которые по преданию Принадлежат российской императрице Якобы сказал Чай Суворова Которого хотели судить За то, что он вопреки приказу Предпринял штурм Турецкой крепости Ааа Победители не судят Окей Нет, Сокрит Такой возможности нет Что мы не настолько большие Чтобы Находиться там На автограф Муна Можно рассчитывать Ааа, ты такой автограф Я думал, что она мой Нет, сложнее Как я его достану-то Где я его тебе достану, Игорь? За плакат Муна Ааа, Муна Ну да, действительно Зачем я тебе нужен? Не, Муна у меня под боком нет, к сожалению Сейчас, по крайней мере Фоги автограф Есть только Хапачевский автограф Но я не знаю, кому он нужен сейчас Плакат Муна с автографом Майкера Вот это нормальный Ну что, все пока идет Согласно прогнозам Мун Медленно, но уверенно Одержал победу на первой карте Наделис Переходят они К консилл хилл Райдер говорит Миша, кстати Расскажи, почему брали ГГшки Это какое-то Против законодательства? Нет, это с новой версией сайта Мы просто избавлялись От тех вещей Которые не пользовались популярностью Давай сам приезжай Да что Ну что, что началось Все Там недалеко Нет, все Я пас Расстроил ты меня Словами далеко И тем, что тебе нужен автограф Муна Все, ничего не сделать Куда тебе можно написать? Я говорю, называю почту Что он пишет в чат Игорь, Игорь Не так наши с тобой отношения начинались Соберись Ну что, Элис Элис за красного играет Так же, как и в прошлый раз А Мун за синего И учитывая то, что карта с фонтанами Что-то мне кажется Что Мун снова может Сыграть через Патму Да и мастерская здесь недалеко Я ставлю на Патму Муна опять Не-не-не, все, Игорь Все, отставить У вас с Игорем были отношения С Игорем Андреевичем были Так, тут козел А тут, а тут Ну, либо Дима, либо Патма Либо тоже козел Но я ставлю на Патму Потому что Да, Мун, молодец Ну, типа, козел это контрпик на этой карте Но по совокупности факторов На самом деле не очень контрпик На дистанции козелек проигрывает Патме Нет в планах делать что-то наподобие баллов каналов Есть, уже нарисовано Мы сейчас просто хотим доделать наконец плеер Чтобы вот новый плеер работал стабильно Кстати, сегодня было обновление очередного плеера Вы можете зайти на ГГ Включить в бета-профиле еще недоступную Для, ну, в смысле, доступную, если включите Но по умолчанию она не включена Опция плеер Там последний блок называется плеер Вот, и там есть быстрый старт Низкая встроенная задержка Автокачество В первую очередь стабильная работа трансляции Неумеха 0.1 говорит Фу, какая графика Ой, ты не первый, кто фукаешь сегодня Бетку нам подсовываешь Бесплатно Я же тебе ее не продаю за 60 баксов Но, действительно, он может работать нестабильно Так как бета В ЦГ в каком году было самым лучшим, по твоему мнению? Ну, в Германии В Кельне, конечно же Финал, Граби, Мун Ну, и Сокол там еще был И по Старкрафту там был Были классные противостояния Брюс там был Самая запоминающаяся в ЦГ Перемотки так и нет Ну, перемотки на самом деле на Твиче пока нет На это нужно довольно большое количество ресурсов Бери Договорились, беру бета-плеер Отлично, бери Ну, вообще, как бы, не обязательно было Не, они не чередуют графон Мы смотрим все на рефоржиде Хотя, может быть, завтра будет другая графика Помню, на каком-то уголде у них был день так, день так И на каком-то они начали с рефоржида Потом переключились на старую графику Ну, вот козел попытался там подрезать Муну это стоило виспа И маны в колодцах Но, в целом, козел пока ничего не добился Вот, и на дистанции мы получаем козла Который, да, он крепится побыстрее, чем Патма Несколько Но в перспективе С увеличением лимита, конечно, эффект козла Он проигрывает Патме Потому что та влияет на всю армию А козел влияет Ну, частично, так скажем Плюс он диспеллится Конечно, когда вы играете с одного барака в Т2 И, ну, через Арчей У вас, как бы, путь в Дриад почти закрыт Ну, то есть, можно, конечно, сделать Дриадочек Но Это очень опасно, так скажем Потому что у Дриад Рейндж где-то 450 У Арчей рейндж 700 И для того, чтобы нормально диспеллить Ты должен... О, что? А, Мун не собирается играть в лейт Он собирается застроить щегла Окружают Патму Но там три виспа уже пошли Просветка А тут Хантреск, оказывается, диспел А вот и тебе и Контрпик называется Даже на старте Мун Пытается поджать Не то, чтобы у него сильно получается, но Он, по крайней мере А виспу может просто надиспел на поджим Видимо, да То есть, это не застройка И почему я Апатмера заговорил на этой карте? Потому что Фонтаны Фонтаны Вот куда сейчас побежали Хантрески Правильно На левый фонтан Лечиться на халяву В процентах Быстренькая По 2% в секунду Они фактически Благодаря виспам Разменяли Свои жизни На ману В лунных колодцах И А сами пошли Восстанавливаться на халявку Интересно, как используют Потому что это временное преимущество Как используют это преимущество Мун Ну, потому что ему нужно продолжать давление Получается Кипер пытается получить второй Нага 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 Пытается пройти Ее блокируют Коты О, коты Мои мечты Нага Просачиваться Пробует Но не получается У нее просочиться Все, на Нагу Надо просто ставить Одну-две Хантрески И все Да не три Не вместе с Арчой Но одной хватит Это чего? Змеюку там Слишком Они даже вдвоем Мешают друг другу Больше, чем Вот они Ну, они друг другу мешают Это как Зато минус Надо гудеть Нага убивает нейтралы Довольно быстро Какая агрессия Обычно так Если ты так играешь То ты Обычно Либо Отбитый вообще на голову Либо ты Должен Просто играть лучше Чем противник То есть Любая вот такая агрессия Она требует Исполнения хорошего Очень И Как минимум Ты не должен наступать По микроконтролю Противник Как же 2007 год Для меня Самый эпичный ВЦК Когда Кориалопус В финале Ну, это эльфийская халява Два барака Демонхантер И реплопуш Ну, такое Ну, тоже запоминающийся Конечно, но Крио молодец Да ВЦК вообще Все запоминающиеся Были Два последних Тоже прекрасные Были День наступает Уже видите Баллисты появились Не просто так сюда К мастерской Идет Мун Вот И две Две причины Которые Вначале Упоминал я Думая По тме Это вот как раз Колодец И мастерская И вот сейчас Мун Использовал На все сто Колодцы И рвется К мастерской Нагу Ну, это просто Подарки Муну Нельзя так Став Но пофиг Как бы нельзя Все равно так делать Дирижабль Следующая такая Большая часть Последняя большая часть У нас была Читки Сейчас Текущая большая часть Это новый Приновый Плеер И третья большая часть Судя по всему Будет как раз Это гэгэшки Гиппогрифы Гиппогрифарчеры Ну, это халява С одной стороны Поможет отбиться От гиппосов В смысле От этих От дирижабля С катапультами Но обычно Все эльфы Ну и Мун В том числе В этот момент Уже начинают Свитчатся Все, увидел 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 Мун Что там гиппосы Свитчатся уже В арчей Можно брать Вообще Этих Виспов И идти Протекторами Застраивать Такого человека Нага просто Умирает В очередной раз Правда Ни одной арчи Я что-то не вижу Пока что Вот гиппогриф Пошли От них не улететь Очень хороший ДПС у них Урон такой же Как у арчей Но скорость стрельбы Раз в полтора Выше То есть они там Раз в секунду Стреляют У арча Раз в полторы секунды Раньше такой же Кстати Тоже на них Действует раньше Да, время выиграл Себе сейчас Элис Помню Когда только Новый сайт Появился Там были Турниры По ставкам На ГГшке Там наушники Плантроникс Киви Вегл Уже 7 лет Юзаю А вы еще По ошибке Не две пары Представили Ну не мы А Плантроникс Потому что мы не Выслали точно призы У нас их просто Не было Но хорошо 760 Кажется Да Это гарнитура Плантроникс С на удивление Приличным микрофоном Хотя Что на удивление Плантроникс Они же вообще Специализируются На гарнитурах Там для Вертолетов Там к военным Какое-то отношение Имеет основная 760 Да Наушники Какие Да И вот Виспы Как раз Что протекторы Контрят Гипосов Строишь Прикрываешь Олунчик Поехал На самом деле Это не Олунчик На мой взгляд Олунчик Это когда все Или ничего А Муна Это атака Ни к чему Не обязывает То есть да Он прибежал Без телепорта Но он на мобильности Отступит Да Он взял С собой виспов Но ему эти виспы Как бы пофиг У него леса дофига Просто это Быстрый способ Человека убить Это не Олун У него есть ауты Грубо говоря После этой атаки А 388 Похоже на эти Ну Game.com Точно серия Да Но Что-то я модель Неправильно назвал Видимо А 760 Были первое место А ты третье занял Аааа Все понял Я думал Все Окей То есть Все-таки Модель какую-то Я назвал Ну гиппосы Пытаются отбиться Но как только они подходят Сразу получают от арчей 2x урона При этом Ты не можешь Игнорить Строящийся протектор Потому что Там Сколько нужно гиппогриф Чтобы бить протектор Я не знаю Но скорее всего Это типа Человек 5 Если им никто Мешать не будет Потому что Они штрафуются В 3 раза А протектор А протектор Бьет Х2 по ним Там дикий дисбаланс Получается Гэгэ Пишем Выходим Ну что Не хочется говорить Но Бобер оказался Снова прав 2-0 Легенда Глыба Мун Стабильная игра Немножко затянутая Конечно Но Шансов не было никаких Это да Ну конечно Стараюсь Эх приятно Спасибо ради дотам Ну судя по твоему никнейму Может быть и стоит Все таки Себя ограничивать В некоторых играх Так что Может быть Ты сделал невидимый